На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Виктория Тимофеева. В начале коротко о главном в этом выпуске. Откуда взялся долг у нефтьюганцев? Накопились вопросы к Югорскому фонду капремонта. Когда знаки противоречат друг другу, в обществе инвалидов недовольны ситуацией с парковочными местами. Душно? Форточка поймет и откроется. Нефтьюганский школьник изобрел умное окно. Городское общество инвалидов пытается разобраться с парковочными местами у своего учреждения. Проблема в том, что дорожные знаки, обозначающие границы парковки, противоречат друг другу. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Казалось бы, вот он знак. Остановка и парковка автомобилей запрещена, кроме водителей-инвалидов. Формально для таких особенных автовладельцев выделили 40 метров. Только вот дорожные знаки на границах этой парковки противоречат друг другу. Да и в целом, следуя им, водителям надо ставить машины на внутриквартальном проезде. Тот знак 40 метров стрелкой вверх, этот знак стрелка вверх 10 метров. Эта территория, вот как объяснил кто-то, что мы не имеем права сюда ставить. Ещё одна проблема организации – здоровые водители, не соблюдающие указания дорожных знаков. За 2018 год таких в Нефтьюганске оштрафовали около полусотни. Бывает, инвалиды приезжают к дому, не могут припарковаться, осуществляют звонок в дежурную часть, после чего приезжает первый освободившийся экипаж и составляют административный материал на водителя. По мнению многих, знак парковка для инвалидов – не более чем формальность. Но для людей с ограниченными возможностями это необходимость. Для колясочника, чтобы выйти из машины, надо полностью широко открыть переднюю дверь. Иначе коляска не подъедет к её месту. Где же находится специализированная парковка общества инвалидов, разъяснят чуть позже – в департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Противоречия знаков в скором времени тоже исправят. Дарья Прокопович, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Завтра в четверг нефтьюганцы смогут лично встретиться с представителями Югорского фонда капитального ремонта. Практически весь день специалисты из Ханты-Мансийска будут работать у нас. Встреча запланирована в департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Можно будет задать любые вопросы, касающиеся программы капитального ремонта. По начислению взносов, доставке квитанции, способах оплаты, сроках и качеству проведения работ. Напомним, с июля взносы на капитальный ремонт мы оплачиваем отдельно от прочих коммунальных услуг и по новому лицевому счету. В связи с этими изменениями у многих жителей накопились вопросы. Так, нефтьюганцы часто жалуются, что Югорский фонд приписывает им большие долги, в то время как они все оплачивали вовремя. Прием будет проходить в конференц-зале департамента ЖКХ на улице Строителей 4 с 10 утра до 16 часов. Перерыв с 12 до часу. Справки по телефону 23 71 71. Собираются ли нефтьюганцы идти на встречу с представителями Югорского фонда и какие вопросы собираются задать? Об этом в нашей постоянной рубрике «Юганц говорит». Я хочу узнать, после 80 лет сколько возвращают? Полностью 100%? Или почему платим полностью, а потом часть возвращают? Уж сразу бы высчитывали части полные, чем деньги гонять туда-сюда. Капитанции все нормально, мне все устраивает. Единственное, когда очередь до нашего такого дома дойдет, мне кажется, если через 30 лет, то он там и не выдержит уже. Капитальный ремонт платим? Нет, и не буду платить. Я в общежитии живу, да? Получил, я здесь с 86 года живу. Получил, мне кто-то сделал капитальный ремонт, когда я приходил. Я сам все в доме делал. Питанции вовремя, чтобы были. Не приносят, да, вовремя питанции? Ну, приносят, но поздно. Мы оплатили за один месяц, пришла расчетка, пересчитали очень много. Поэтому, соответственно, мы позвонили уже в Ханды, выяснили, взяли справку. Ну, теперь надо еще туда им заявление отправить, чтобы они это все пересмотрели. Это как-то, ну, накладно, то есть. Должны же все-таки по факту это все делать. Надо заплатить срок, а получается, что сейчас пока это выяснится, то есть нарушение будет, потом будем платить какие-то пения. Зачем это делать? Квитанции поздно приходят. И неправильная сумма на счета. То есть больше, чем положено? Да, да, да. А как-то звонили, пробовали узнавать? Нет, не звонила, но собираюсь завтра обязательно. Пожарнодзор Югры обнародовал результаты проверок объектов с массовым пребыванием людей. Напомним, после трагедии в Кемерово по всей стране начались масштабные осмотры государственных и коммерческих объектов на предмет пожарной безопасности. Итог нельзя назвать оптимистичным. В нашем округе, например, более чем в половине случаев системы оказались неисправными. Отделы надзорной деятельности и профилактической работы с начала 2018-го провели несколько сотен плановых и внеплановых рейдов. Проверяли школы, больницы, спортивные учреждения, как работают системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения об эвакуации, противодомовой защите и внутреннего противопожарного водоснабжения. Результаты неутешительные, причем во всех муниципалитетах округа. По результатам испытаний в 2018-м году проверено 87 установок, подвергнуто испытанию. 38 систем находятся в исправном работоспособном состоянии и 43 системы находятся в неисправном, неработоспособном состоянии. Это превышает 50%, конкретно 53%. Также прошли испытания во всех крупных торговых центрах и кинотеатрах округа. Итоги не лучшие. На 600 объектов свыше 8 тысяч нарушений. На сегодняшний день основная часть исправлена. Но остаются и те, кто не спешит устранять опасные недочеты. Дела по этим юридическим и должностным лицам направлены в суд. Таким образом, эксплуатация уже трех объектов остановлена. Все лучшие идеи приходят случайно и от лени. Победителем городского этапа окружного конкурса «Молодой изобретатель» стал ученик второй школы. Мысль сделать обычное окно умным пришла Кириллу Тимофееву, когда он сильно торопился и не успевал закрыть форточку. Что из этого вышло в следующем сюжете. Плюс 18 – самая полезная температура в квартире для здоровья. С умным окном Тимофеева держать ее на постоянном уровне можно круглыми сутками, не бегая к форточке. Если в комнате температура не соответствует, которую выставил владелец, то окна открываются. Но перед этим идет сравнение. То есть если на улице гораздо более жарче, чем в комнате, то окна не открываются. Демонстрация. Кирилл согревает дыханием датчик, как будто помещение перегрелось и окно открывается. Через несколько секунд датчик понял, температура нормальная и окно закрыл. Еще один датчик световой. Это уже для штор. Срабатывает на уличный свет и фонарь на нашей камере. Польза от такого окна, очевидно, не только для хозяев квартиры. У домашних животных весь день свежий воздух. Хорошо бы поставить такие и в больницах, и в школах, размышляет изобретатель. Весной же мы выращиваем рассаду. И не всегда можно подобрать идеальные условия. А потом я задумывался, это проблему гораздо глубже. То есть инвалиды-колясочники, мне тоже это помогает, чтобы они в комнате держали, в общем, жили в комфорте. Автоматическое затемнение окон на рынке стоит больше 100 тысяч рублей, узнал в интернете Кирилл Тимофеев. Его вариант – шторы плюс климат-контроль – гораздо удобнее и дешевле. Я подобрал нужные моторы, посчитал, сколько будет стоить электропроводка, сам контроллер, получается, драйвера для двигателей и сами датчики. И у меня вышло 8 тысяч рублей. Уже переоборудованное обычного окна. С умным окном Кирилл выиграл городской этап конкурса «Молодой изобретатель» – номинация «Инновационный проект». В конце ноября поедет защищать идею в округе. В планах усовершенствовать систему, чтобы окно можно было управлять еще и с помощью смартфона. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В Югре выросло число вакансий в сфере рабочего персонала. Такие данные приводит социологическая служба портала «Хэтхантер». По данным специалистов, увеличение составило более 10%. Больше всего интереса к рабочим вакансиям проявляют мужчины от 25 до 36 лет. Самые популярные профессии – это слесарь, электрик, электромонтер, грузчик и механик. Более половины из предложенных рабочих вакансий предполагают работу вахтой. Средняя зарплата для таких специальностей – 50 тысяч рублей. При этом эксперты отмечают, что конкуренция в данной отрасли по-прежнему небольшая – два резюме на одну вакансию. Оптимальной же для рынка считается ситуация, когда на одно место приходится 4-5 резюме. Тогда выбор есть и у работодателей, и у соискателей. В Невсюганске прошли 11-е региональные рождественские чтения. В этом году они посвящены теме «Молодежь, свободы и ответственность». В дискуссии, которая прошла ранее, приняли участие школьники и учителя. Они обсудили положение молодежи в современном обществе, проблемы нравственности и социальной ответственности. А после прошла пленарная часть, на которой с докладами выступили представители администрации города, района, местной и Тюменской областной дум. Главной темой стало обсуждение сотрудничества государства и церкви, силы которых направлены на нравственное обогащение и защиту молодежи. И проще всего сбить с пути молодежь с ее максимализмом, поэтому, как говорит святейший патриарх Кирилл, нужно сделать прививку молодым людям от таких действий. И прививка – это традиционные ценности нашей страны, основой которых является православие. Администрация города активно сотрудничает с молодежным движением «Югра, молодая православная» и с сестричеством в вопросах воспитания, культуры взаимоотношений в юношеской среде. В октябре более 600 восьмиклассников посетили выставку «Человеческий потенциал России». Хочу отметить, что региональные власти высоко ценят доброе сотрудничество с Русской Православной Церковью. Мы будем и дальше активно взаимодействовать по широкому кругу вопросов духовно-нравственной, культурной и общественной жизни «Югры». В сфере образования с 2012 года введен курс «Основа религиозной культуры и светской этики» для четвертых классов. С прошлого года также включена программа «Социокультурные истоки». Эти курсы выбирают более 50% нефтьюганских детей и родителей. Работа с подрастающим поколением ведется на всех уровнях. «Молодежная палата – это большая школа, где молодые люди приобретают колоссальный опыт, постигают принципы работы органов власти. Представители молодежного парламентского движения совместно с депутатами Думы участвуют в формировании и реализации религиозной молодежной политики, принимают участие в заседании областной Думы и ее комитетов». Добавим, что всем докладчикам были вручены благодарственные письма региональных рождественских образовательных чтений. По итогу мероприятия была принята резолюция. Виктория Тимофеева, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Фабрика «Моды Север» предлагает уже сейчас задуматься о предстоящих праздниках. Создать сказочный карнавальный костюм, шить элегантное вечернее платье помогут здешние мастерицы. Фабрика «Моды Север» – спонсор нашей рубрики «Другие новости». Сегодня она о новой выставке в Третьяковской галерее. Выставка «Архипа Куинджи» первая за последние 26 лет проходит в Третьяковской галерее. Он, сын бедного сапожника из Мариуполя, проделал огромный путь, став одним из самых ярких художников Российской империи конца XIX века. Березовая роща. От яркого полуденного солнца хочется зажмуриться. Но на самой картине солнца нет. Куинджи – мастер иллюзии света. Работа оживает за счёт резкого контраста света и тени. Он любил изображать эффекты солнечного либо лунного освещения. И, пожалуй, это одна из первых картин, где в совершенстве она разрешена. Знаменитая лунная ночь на Днепре. Диск луны наплывает на облака, его свет разливается по реке. Современники художника не верили, что она написана обычными масляными красками. Поговаривали, что Куинджи создал неведомую лунную краску, а вместо холста – золото, перламутр или стекло, незаметно подсвеченное сзади специальной лампой. Куинджи называли первым пейзажистом-философом. Эффект от этой картины был совершенно неожиданный. Люди буквально замирали перед полотном и чувствуя некого страха, и чувствуя восторга. Всё переполняет в этом случае сердце человека. И вот Куинджи вот эти струны мог и затронуть. А это «Днепр утром». Одна из последних картин, которую Куинджи выставил на суд публики, после чего на пике славы художник уединился в мастерской. Картина 1982 года «Днепр утром» написана сразу же после лунной ночи на Днепре. И мы видим здесь совершенно та же река, но уже в другом дневном освещении. Ему нужно было достичь, показать вот эти совершенно невероятные просторы, которые открываются глазу. Выставка будет проходить до середины февраля. На этом всё. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.